Так, всем привет, ребята! Сегодня будет разговор про вторичку. Наконец-то вы дождались, нашелся человек, кто может рассказать, потому что не все могут пригласить меня рассказать свои минусы, плюсы. Сегодня будет немного необычное. Сегодня будет про вторичку рассказывать человек, к которому вы уже, в принципе, знакомы. Дом находится вот за деревьями. Он сейчас нам расскажет про двор. Добрый день! Вы уже знаете его. Так получилось, что Азим очень, ну, не стесняется камеры, и он может, в принципе, рассказать про жилье, где он живет. У нас будет комбо. Человек, который занимается недвижимостью, он знает не только со стороны, я живу и знаю свои минусы, но еще и как продать эту недвижимость, либо сколько стоит эта недвижимость, стоит ли брать такую недвижимость. Житель и как продавец. Азим. Азим. Да, добрый день всем. Здесь вы живете? Нет, здесь эта квартира моего знакомого. Я специально попросил, когда мы обсуждали, чтобы показать вторичное жилье и новый дом. В новом доме я сам живу, покупал, мы с вами тоже пройдем. Ну, неизвестная строительная компания KG Town. Они, да, первый объект построили, сейчас больше не строят. В общем, немножко свои нюансы там есть, я это тоже все расскажу, как есть, да, то есть на что стоит обращать внимание. Я, конечно, осознанно брал, но я знал, какие будут неудобства, поэтому позже мы, я думаю, до туда дойдем. Окей, хорошо. Ну, сегодня, сейчас мы поговорим вторичку, это находится Кокджар. Да, микро район Кокджар. Кокджар, это старый район, потому что новый район, там чуть ниже или где он? Наоборот, чуть выше, там Улан уже идет. А, Улан. Это вот как раз таки старые, здесь 104-105 серии, дома 79-го или 76-го года постройки, эти 105-е, которые мы сейчас будем смотреть. Очень интересно, потому что многие говорят, нужно, зачем столько нюансов в первичке, лучше взять вторичку. Сейчас как раз посмотрим. Я сам, если честно, жил во вторичке где-то 27 лет, наверное, 25, да? Я знаю все плюсы и минусы, но лучше будет, если человек, который со стороны будет рассказывать. Мы сейчас увидим реальную квартиру и реальную проблему, если они есть. Такой двор, это вся детская площадка. Ну да. Ну, смотрите, раньше, конечно, при Советском Союзе, наверное, когда дома эти только строились, дворы здесь были гораздо симпатичнее, просто время идет, а люди за этим тоже не смотрят. Это нужно вкладывать деньги и так далее. Вот это первое, допустим, отличие вторичного жилья от первичного. Новый дом чаще всего комплексами строится, по два, по три блока, и строительная компания обязательно территорию облагораживает полностью, там какие-то мягкие покрытия для детей, ну и так далее. Но тоже не все компании, но тоже надо понимать. Если лет 30 пройдет в новых домах, в новостроении, может быть, такая же ситуация, мне кажется, будет, да? Просто люди сейчас же осознанием подходят. Новый дом, это новые соседи, и чаще всего они уже, как сказать, это что-то новое, только образовавшееся, там домком, ТСЖ, управленческие компании. То есть в этом плане, хотя есть и вторичные дома, я жил в одном доме, там в подъездах был такой ремонт, лучше, чем у некоторых квартирах. То есть это тоже от жителей зависит. От ТСЖ тоже очень много зависит. Да, очень много зависит от ТСЖ. Я был в одном районе, где внутри двор очень красивый, то есть вот такой уютный. Даже подъезды, они красят и еще и там цветочками там, ну как разукрашивают. То есть это зависит от людей. Например, кто-то здесь живет, там сняли на месяц, на два квартиранты, выехали. Им как бы до этого дела вообще нету. Я думаю, это можно отнести к минусу. Кстати, вы насчет квартирантов правильно подметили. Вообще микроинкук-джар не то, чтобы все прям, но здесь очень много кто квартиры снимает. По факту я просто этот район знаю, поэтому действительно, может быть, и зачем-то не совсем. Ну хотя здесь более-менее еще дворик, я вам так скажу, потому что есть. Есть еще похуже, да? Да, есть гораздо хуже дворы. Есть дома, у которых вообще практически дворов нет. А с парковками, да, у нас вообще, я посмотрел, вот только получается вот эта вот площадка и вдоль дороги, вдоль маленькой дорожки. Да, да, ну парковка есть с наружной стороны, салмазинской. Там тоже есть, да? Да, но она тоже битком, там тем более фастфуд. То есть здесь постоянно забито шумно вечером, дорога и слышно это все. Кстати, наши смотрят в ту сторону, то есть я когда со знакомым с ним разговаривал, он эту проблему озвучивал, да, что шумно вечером, там с фастфуда иногда, там вот эти запахи дыма. Парковкой тоже есть момент, допустим, вот у вторичных домов чаще всего как раз вот так вот паркуются все. Вот куда ни придете, что в других микрорайонах, что в центре есть, где вот такие дворы, где свободный доступ есть, машины начинают заезжать, прямо на аллейках парковаться, люди с колясками вон по дорогам ходят. Ну то есть я считаю, что это неправильно. Допустим, в Новый домах сейчас ограничивают, да, доступ, чтобы парковка во двери не была. Стараются наружную парковку организовывать, но это проблема, как и у вторичного жилья, так и у первичного все равно есть. Единственное большое отличие – это стоимость вторички и первички, потому что вторичка, она дешевле, и многие говорят, что жить еще можно здесь. Можно, можно. Но я бы не сказал, что дешевле. Если в квадратных метрах посчитать, они плюс-минус так и выходят. Вторичное жилье, если в расчете на квадратный метр посчитать, плюс-минус тоже 800-900 долларов стоит, и до 1000 доходит. Вторичное жилье. Это 106 серия, я знаю, что они почему-то дороже стоят. Ну там планировки получше. А так и 104, и 105, и 104 серия квартира, допустим, сколько там у нас? 34, ну там до 35 квадратных метров общая площадь, да, там даже 32, по-моему, если балкон не считать. А стоят они порядка 30 тысяч, это почти 1000 долларов за квадратный метр. Ну да, 900 с чем-то. Из преимуществ я могу отнести ко вторичному жилью, что ты пришел, квартиру посмотрел, поехал в госрегистр, оформился. Вот это самое большое. Ну то, что она готовая. Да. И вот на что именно люди акцент делают, когда сравнивают со стройкомпанией. Стройкомпания чаще всего хорошие условия или рассрочку дает только достроиться, и люди боятся, типа, там воздух, лучше я пойду, вот пойду, посмотрю квартиру, в госрегистр, пойду, оформлюсь. Знаете еще что классно в микрорайонах, допустим, в тех районах, которые еще при Сельском Союзе построены были? В том, что здесь инфраструктура, она рассчитана на сам район. То есть здесь есть и школы, и сады. В принципе, во всех районах. Вот микрорайоны взять, в каждом микрорайоне есть школа, в каждом микрорайоне есть детский сад. То есть расчет там строилось тогда, потому что был единый проект города. Сейчас, допустим, я лично считаю из минусов то, что новые дома строятся, а не без какого-то большого проекта строятся. То есть я строительная компания, я отвечаю за свои 4 дома. Нету такого, что там в общем, да, в плане города, подумать. Торговый комплекс Кокдиар, и вот он тот дом, в котором мы пришли смотреть. Здесь у нас на первом этаже почти близко, да, расположен к дому? Да, довольно-таки близко расположен. И вот фастфудная, да? Да, вот здесь точка такая, она относительно популярная здесь. Много молодежи собирается вечером перекусить, здесь недорого, сытно. Конечно, это классно, да, то, что здесь под рукой есть, там вышел, тандыр, там свежую лепешку купил, на базарчик прошел все. Но все равно есть некоторые неудобства. Потому что от этих фастфудов все равно какой-то запах, вечером шумно здесь. То есть свои минусы есть. Мне в комментариях встали люди, кто живут на первом, на втором этаже, а на первом этаже у них либо кафе, либо фастфудное. И всегда шум, либо запах, и постоянно они жалуются. Имейте в виду, когда выбираете второй, второй этаж, либо первый этаж, вы должны знать, кто будет рядом. Если рядом что-то строится, либо есть какая-то фастфудная, либо магазин, либо еще бар, да, ну вообще, вы должны понимать. Всегда спрашивайте, что на первом этаже, чтобы спать спокойно потом. Ну, собственно, здесь тоже относительно большой навес есть. Это уже сам ТСЖ, да, позаботился? Да, это уже жители позаботились. Тоже не везде такое есть, кстати. Да? Ну, это из минусов, да? Из минусов открытой территории, да, здесь люди свободно заходят, кто хочет сидит. Ну, сквозная, то есть неохраняемая, да? Да, здесь ограничений никаких нет. Наверное, вечером тоже здесь собираются люди, да? Да. Ну и вот, еще один минус, да? Можете обратить внимание сразу же. Ага. В большинстве случаев в таком состоянии вторички продаются. Единицы домов, где есть хороший домкомп, хороший ТСЖ, где это все делается прямо четко. Ну, такие единицы. Ну, там и жители такие должны быть, они постоянно скидываются деньгами, очень ответственные. А здесь, как я говорю, большая часть все равно квартиранты, поэтому никто не панится. Здесь же никак в новостройках. В новостройках, там, когда ТСЖ, там ежемесячно они там платят по 500 сомов, что-то такое. Здесь нету такого же. Ну... Я не помню, чтобы мы платили. А это зависит все от формы управления. То есть сейчас в любом старом доме можно собраться, назначить одного председателя, собирать деньги, решать вопросы. Значит, на этаже три квартиры, да? Три квартиры. Так, ну, в старых домах. Всегда есть страх, что может остановиться, да? Да, есть страх такой. Такое освещение. Ну, действительно, в некоторых домах прям поднимаешься, они свистят, скрипят. Страшно. Я пару раз был в домах. Лифт. Порог выше лифта. Он останавливается таким образом, чтобы порог выше, да? Так, ну, да. Ремонт свежий. Допустим, внутри начинку можно поменять, что старый, что новый дом, свежий ремонт сделает. То есть квартира будет классная. Допустим, в эту квартиру заходишь, только у человека будет новый дом, там свежий ремонт. Но все равно это 105-я панельная. Еще раз сюда, да? Здесь у нас где-то порядка 15, да? Нет, здесь 18-19 квадратных метров. 105-я серия квартир, 18 квадратных метров. В спальне там плюс-минус 11 квадратных метров, в кухне там около 8. Здесь есть лоджии. Ну, тут, правда, вещи сейчас не будем, да? Лоджии большие, они остекленные полностью. То есть, допустим, если серийных домов брать, 104-105-106 серии есть. Из них 106-й больше ценится, он дороже стоит. Почему? Потому что там практически с каждой комнаты есть большая лоджия. А они даже продают, вот там продают квадратные метры за тысячу. Да, да, они подороже стоят. Там двухкомнатная плюс-минус там в районе 45 тысяч стоит. Эти, допустим, ну, до 40 тысяч стоят. 104-й там до 35-ти, там до 32 тысяч стоит. Окна выходят в восточную сторону. Здесь есть такая проблема, летом здесь жарко. Потому что солнце оттуда встает. Да, солнце оттуда встает, до 12 здесь припекает. Припекает, учитывая, что панельный дом напекает, дом нагревается. А потом это камень еще и держит тепло. Да, да. А зимой? Зимой не холодно. Не холодно? Потому что это центральное отопление, да? Центральное отопление. Ну и плюс я спрашивал, да, у хозяев. В принципе, зимой никаких проблем нет. Зимой проблемы есть в большинстве случаев у... Почему не любят угловые квартиры? Вот многим. Даже когда в новый дом приходят, а она угловая, не угловая. Хотя это большая разница. Угловая была проблема вот как раз-таки у панельных домов. Там панель порядка 12 сантиметров. Это бетон голый. И когда она, квартира угловая, с той стороны ничего нет. Ветер, снег, дождь, холод, солнце. То есть там действительно есть проблемы. Эта квартира не угловая. Здесь с двух сторон есть соседи, которые отапливают, которые живут. Поэтому тепло не уходит, да, не распыляется. Это вот просто осталось у нас в голове старая информация, что типа, блин, угловая это плохо. А сейчас там утепление же у всех идет. И вот если из стереотипов еще взять, вот старых домов, угловая проблема, не любят последние этажи, первые. Крыша. Ну в самом начале тоже с крышей-то проблем не было, когда дом построили. Время прошло, там слой вот этой смолы, чем заливают обычно эти крыши. Дождь капает, высыхает все, лопается, трескается. Это же панельное строительство, знаете, да, это как панель на панель все одевается. Есть шели, вот эти мостики есть. Если за ними не смотреть, все равно будет где-то подтекать. Поэтому последние тоже не любят. Сейчас в новых домах, допустим, этот вопрос тоже решают. Хотя можно смотреть, даже в новых домах есть, знаете, последние этажи, делают какую-то каркасную конструкцию. Там бы я не рекомендовал брать, потому что все равно это каркас, там такие же будут, прям из деревянных досок эти перекрытия будут стоять. То есть я считаю, ну я бы не купил, да. И это все можно посмотреть в Апуже, по идее. Да, да, можно посмотреть. То есть как будет строиться, из чего? Они же не должны отходить вправо-влево, да? Можно посмотреть и потом уже только покупать, да. Но если вдруг что-то не так, компании нужно обязательно за это предъявлять, да? Обещали полноценную там с бетона залитую потолок вам, а в итоге там просто из металлоконструкции выстраивают. Это вообще, это разные вещи, это разная цена. Хотя у нас в городе есть такие объекты, такие квартиры чаще всего дешевле продают. Как туда квадратные? Я, допустим, часто сталкивался, ну не часто, вот в нескольких домах я был таких, по проекту они планировали 7 этажей. Потом в какой-то момент приняли решение, давайте построим 8 этаж. И вот этот 8 этаж чаще всего идёт облегчённой формы. То есть либо там пеноблок из газобетона ставят, вот эти ригеля толстые, вот диафрагмы, ригеля, и обычно же на устройках, ну мы же с вами были, прям бетон залитый. А там просто металлический каркас идёт, и сверху уже идут эти перекрытия. Цена вот таких квартир дешевле. И люди, которые покупают, покупают осознанно. То есть здесь тоже застройщика прям винить на него, бочку катить, я думаю, не стоит. Человек приходит, он это видит. Просто нужно понимать, да, что ты покупаешь. Я лично так думаю. Потому что сейчас время такое, клиенты очень сейчас, очень образованные. Ну, благодаря таким передачам, как ваша, и многим экспертам, юристам, ещё многие обжигались же. Сейчас люди всё проверяют. Поэтому сейчас, допустим, в одностороннем порядке винить застройщика, что он плохой, что он аферист, я считаю, нет смысла. Если вы покупаете, в итоге, конечно, решение принимает покупатель. Вы бумаги подписываете, деньги приносите. Вас никто не заставляет под дулом пистолета. Поэтому эти вещи, мне кажется, нужно тоже понимать. Если вы идёте покупать, идите осознанно, всё проверяйте, советуйтесь с экспертами, тогда проблем не будет. Ну да, многие же не привыкли так делать. Кого-то брать. Что думаешь, сейчас сам? Предлагаю посмотреть остальные комнаты. Вот видите, коридор здесь, и все комнаты в ряд вправо идут. Здесь у нас спальня. С балконом тоже. Отсюда балкон, да, можно? Да. Стенки, да, я забыл, они тонкие, да, вот такие вот. И вот она. Да, это вот панельные стены, внутренние перегородки, они тоньше идут. Да. Наружные потолще идут. Шумоизоляция тут, я помню, что вообще никакая. Вообще, да. По большому счету. Если человек просто даже без тапочек ходит, то слышно, как он наступает на пятку. Ну, если прислушаться прямо, то будет слышно, да. В принципе, и в новом доме, возможно, могут появиться тараканы, это зависит от условий. Но во вторичном жиле почему это чаще встречается? Потому что здесь есть подвал, коммуникационные сети, трубы, шахты, где проходят. За ними уже лет по 30, там по 40 никто не смотрит. И в них может что угодно завестись, ну, по большому счету. Да. Поэтому есть такая проблема. Я жил на первом этаже, у нас постоянно были эти проблемы, но в один момент они почему-то исчезли. Я уже забыл про тараканов, а они, оказывается, есть еще. Эту квартиру травили уже несколько раз. Да, очистили. Полоценно травили, да. Просто здесь пока не заняться комплексно, вот по всему стоику, по всему дому, эта проблема никуда не денется. Они же по дымоходу проходят. Да, они везде могут быть. Подъезд, лифт, там через какие-то щели, через коммуникационные вот эти сети мы выперлись. Я, блин, я забыл про тараканов, если честно. Звукоизоляция, могу сказать, да, в панельных домах звукоизоляция не очень. Нигде нет. Очень слышно, на пол стоит привлечь, будет слышно там, о чем внизу разговаривать. Я вот в 104-й жил, у меня такая проблема была. Но в домах, в некоторых, тоже такая проблема есть. Я вам так скажу. Ну, опять-таки, надо смотреть же. Мы для чего делаем эту программу, чтобы люди смотрели, наблюдали. То есть не брали просто, да, вот. Смотрели на вот эти моменты, что между ними, какая шумоизоляция. Какая шумоизоляция между потолками и полом. То есть на это все надо обращать внимание по-любому. За вас это никто не сделает. На это надо обращать внимание. Я сейчас не говорю, что вторичка хорошая, либо там первичка хорошая. Везде есть свои минусы. Но кому-то устраивает тараканы, пожалуйста. Кому-то там не устраивает парковка, пожалуйста. Кому-то шумоизоляцию устраивает, пожалуйста. То есть делайте выбор. Я просто показываю факты. Здесь, кстати, немножко изменили планировку. Видите, хорошую нишу такую сделали под холодильник. Функционально. Лично я считаю, очень удобно. Вот эта облегченная конструкция, это вот сама панель. Санузлы у них разделены, да? Да, изначально. Да, изначально разделены. Теплая вода здесь есть, горячая вода. Центральная здесь. Все центральная. Вот здесь, когда центральная, вообще, мне кажется, забот нет. Ребята, я читаю ваши комментарии. И одни из ваших комментариев было. Баха, купи сядром, мы тебе скинемся. Чтобы делать обзоры с высоты, чтобы вы видели, что находится рядом с объектом. Это крутое предложение. Я сам в нее особо не верю. Но я оставлю реквизиты. Если мы соберем, я смотрел, сколько стоит дрон. Вот здесь вот он будет сейчас на экране. Он стоит бэушный 20 тысяч. Если я 20 тысяч сомов наберу, куплю себе дрон, и вы будете видеть всю красоту объекта. Это будет очень круто. И будет еще интересен наш контент. Я оставлю реквизиты. Можете скидывать денежку. Я потом сделаю полный отчет перед вами. В 2011 году брали за 50 тысяч долларов. За 50 тысяч долларов. Ну, как и сказали, примерно 1000 долларов. Ну, в то время, да, 2011 год особо выбора не было. И цены были плюс-минус такие. То есть, там, двухкомнатные 50 тысяч, трехкомнатные 70 тысяч, до 80 тысяч, 106 очень сильно оценились. То есть, было такое время. Сейчас, конечно, таких цен нет. Комышления осталось. Да, вот люди, которые в 2011 году за 50 тысяч долларов покупали, часто приходят к ребятам, которые занимаются продажей недвижимости. И говорят, ребята, я покупал за 50 тысяч, продайте мне за 50 тысяч. Это нереально, да? То есть, это мой совет для тех людей, которые хотят коричное жильество продать или поменять, или еще что-то. Да и даже первичное, без разницы. Ситуация. Нужно оценивать здраво и подходить к вопросу. Есть рынок, на котором есть определенный спрос и есть предложение. Если ваша квартира выше, чем все, что предлагает остальный рынок, вашу квартиру и звонить не будут, и смотреть не будут. Это нужно объективно понимать. Поэтому у меня рекомендации для людей, которые хотят продать. Относитесь к этим вещам здраво. Приходите, изучайте. Можно, в принципе, самостоятельно эти вопросы изучить. Открыть интернет, прошерстить объявления. Но имейте в виду, объявления плюс-минус до 20% завышенной цены всегда. Потому что все начинают на торку учитывать и так далее. Это тоже объективно. То есть, можете прошерстить, узнать по рекомендации, обратиться опять же к людям, которые этим вопросом занимаются. Вообще, я вам настоятельно рекомендую обращаться к людям, которые занимаются этими вещами. За оценкой, за продажей и так далее. Почему? Потому что мы же не обращаемся к вопросам денежных переводов или финансирования, кредитования. Мы же не берем, сами же не занимаемся этим. Мы идем в банк, правильно? Чтобы учить, мы идем в университет или в школу. То есть, если хочешь продать квартиру или поменять или что-то про нее, узнать, идите к ребятам, которые этим занимаются. Многие не понимают, зачем кому-то отдавать деньги, когда я сам могу сам заняться этим и продать. Я думаю, это как бы дело каждого. Но один из советов – это сходить профессионалом и узнать. Лишним не будет. Окей, плюсы и минусы явные. Не будем обобщать. Вот именно для этой квартиры, для жильца этой квартиры. Сейчас начнем с плюсов. Я думаю, правильно. С плюсов конкретно этой квартиры хороший ремонт. Удобно, какие ниши добавили они. В целом, хорошее состояние в самой квартире. И зимой здесь не холодно. Ну и плюс, опять же, если зацепить вторичный недвижимость, здесь документы, техпаспорт, договор, купли. Даже на тот момент в 11-м году когда-то покупали, все чисто купил, пошел в госрегистр, оформил, переехал. Ну, допустим, с транспортом проблем нет. Вышел на машутку, сел в любую сторону. Базарчик здесь рядом? Да, да, это тоже. Отчасти там фастфуд это как минус, но базарчик как плюс. Я лично так считаю. Потому что классно, вышел на двор, пошел, купил все, что тебе нужно, зашел. Вообще очень удобно. Вот если не ставить здесь кондюр, здесь душновато. Да, да, о чем речь, да? Потому что это уже к минусам, да, вопрос. Квартира у нас идет линейная, все три окна выходят в восточную сторону, в одну сторону. Проветриваемость здесь плохая, хоть все три окна открыть, проветривается не будет. Проветривается только наскоро. Поэтому здесь будет душно, летом здесь будет объективно душно. Три жирных минуса здесь какие-то? Здесь, ну, вот эти насекомые, не знаю, тараканы или кто это, я считаю. Потом то, что окна выходят в одну сторону, здесь жарковато. И плюс это третий этаж, здесь вид, во-первых, не очень, во-вторых, здесь фастфуд прям практически под окнами. Это шум, так или иначе здесь люди собираются. Это запахи. Ну и плюс, знаете, все равно, лично такое мое мнение, сейчас сколько фастфудов уже сгорело, там никто же их не проверяет нормально, нужно проверить тоже, что у них там, мало ли там что-то случится. Кто-то рядом под окном. Да. Ну это прям три жирных минуса, даже не доходя до парковки. Да. Ну, мне кажется, парковка уже... Это общая, мне кажется, проблема. Общая проблема, просто кто-то меньше от них страдает, кто-то больше страдает. Такие второстепенные минусы, которые я лично заметил. Страшно ездить на лифте. Да, есть. Просто, ну ты вдруг спешишь куда-то, да, а тебе пускаться вниз, да, там, ты оделся, не хочешь потеть. Зашел в лифт, застрял, все, ты потерял время, не успел навстречу и все такое. Это, я думаю, минус. Вот, представляете, на момент попал, сломался лифт, вот так вот и ломается. Вот, представляете, вот он сломался. Перезагрузка. Во-вторых, я думаю, для меня лично, вот, в моем дворе была тоже проблема, что, ну, сквозная, ну, то есть, как бы, мы все привыкли к сквозному, да, да. Люди приходят, у нас постоянно бомжевали, то есть, раньше не было кодовых дверей, открывали, у нас заходили внутрь и прям подъездили, бомжевали зимой. Это был вот прям вот жирный минус, потому что ты никак не спасешься от этого, ну, человек же, там, не выгонишь его, да. Ну, они там гадили, соответственно. Вот такие дырки пролазивают бомжи зимой и там зимуют. Вот, вот эти стояки уже устарели. Вот, чтобы быть, чуть-чуть течет, сыреет. Кому-то может быть плюсом, а кому-то минусом. Это ТСЖ. То есть, если хорошее ТСЖ и там все оно такое, может собрать всех, компанейское, тогда будет все хорошо, если там все люди скидываются. Да, да. То тогда будет, мне кажется, все замечательно и с подъездом, и все остальное. Все правильно. А если ТСЖ, как бы, ему своя работа есть, еще и тут ему назначили, ему не до этого, он там не обращает на это внимания, то, мне кажется, вам не повезло. Так что обращайте на это тоже очень сильно внимание на ТСЖ. Про этим же критериям сравним и первичку. Сейчас едем к Азиму, уже к нему домой, где он лично знает свои проблемы, которые нам озвучит. Он брал, я как понимаю, там какие-то есть проблемы при покупке были, да? При покупке нет, ну, в целом, в общем, есть там незавершенные вещи, которые причиняют некоторые неудобства, как бы я покупал изначально, просто я шел на эти вещи осознанно, идя за ценой, и хочу объяснить людям, что они получат, да, если будут бегать за ценой и так далее. Все, тогда увидимся там.